Эй, Евросоюз, пора прийти в себя. Я снова это скажу. Если вы попытаетесь назвать эту операцию вторжением, то все просто. Я открою ворота и выпущу 3 миллиона 600 тысяч беженцев к вам. А вот так вот ответил своим европейским критиком турецкий президент Реджи Прадаган, который вчера лично объявил о начале военной операции «Источник мира». И несмотря на его вчерашние заверения, что жертв среди мирных жителей не будет, жертвы все же были. Семь человек погибло в приграничном регионе Сирии менее чем за сутки боевых действий, сообщает BBC. В Европе, который сегодня обращался в свою речь Эрдоган, конечно, тоже вовсю обсуждают турецкую военную операцию. И вот посмотрим, что подготовили мои коллеги из редакции Евротопикс. Немецкая газета цайт беспощадна к Европе. США уже давно просили их ввести войска на север Сирии. Это позволило бы Евросоюзу значительно усилить свое значение в этом важном регионе. Но нет, вместо этого Европа беспомощно грозит пальцем и ничего не может сделать. Вот хорватская жутерний лист обсуждает самого Дональда Трампа, который оставил своих курдских союзников один на один с турецкой агрессией. Тем самым он показал всему миру свою ненадежность как военного союзника. И за это его критикуют даже американские консерваторы, которые так часто выступали на его стороне. А вот у финской Ильта Санамат есть свое объяснение действиям Трампа. Он просто-напросто выполняет собственное предвыборное обещание вывести американские войска из Сирии. Однако тут, как считает финский комментатор, он испортил игру сам себе. Не забывайте подписываться на Ост-Вест. Мы говорим с вами на одном языке.